Песня замечательна. Она замечательна тем, что очень простая, запоминающаяся мелодия, проникновенные слова поэта, накладывали на меня большую ответственность за исполнение. Я вдвойне волновался, когда, придя в студию, я убедился в самого композитора, стоящего у пульта перед оркестром. Георгий Павлович не только блестяще справился с вокальными трудностями, он сумел от всех слушателей передать близкие всем чувства благодарности и признательности своей первой учительнице. Дунаевский остался доволен. Голос Виноградова был по-прежнему молодым и легким. Он меня горячо поблагодарил, и я попросил его в ознаменование этой нашей встречи оставить мне что-нибудь на память. И он с большим удовольствием предложил мне свой клавир, на котором он своей рукой написал первому исполнителю Георгию Павловичу Виноградову «Спасибо, Исаак Дунаевский». Песня записана 30 апреля 1951 года. Виноградов вновь возникнет в радиоэфире после смерти Сталина. Певец найдет в себе силы наполнить душевной теплотой и тонким юмором современные песни Островского и Бланта. Время хрущевской оттепели скажется и на репертуаре певца. Зазвенят озорные нотки в голосе Георгия Павловича. И для слушателей наступит благодатное время. Дорогие патефоны, недоступные простому человеку, заменят радио. Советская промышленность запустит в производство такую необходимую вещь, как радиоприемник. Виноградова позовут выступать на телевидении. Одним минусом для современных зрителей является тот факт, что записей того времени не осталось. Концерты выходили в прямом эфире. Единственным свидетельством для нас являются репортажи, записанные на кинопленку. Через некоторое время он все же оставит пение. И на вопрос, почему он больше не поет, Георгий Павлович будет отвечать. Я навсегда запомнил совет моего старого учителя. Не забудь уйти со сцены вовремя. Помни, никто и никогда не споет так, как он пел в молодости. 17 лет отдал Георгий Павлович Виноградов педагогической деятельности. С 1963 года он преподавал во Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства. Работал с молодыми певцами. Для певца 50 лет – это расцвет мастерства, опыта, так сказать, культуры. Он же, так сказать, готовый певец. Но то, что он закончил где-то в 50 лет, я думаю, что это большая беда. И то, что он не додал людям, это, конечно, я переживаю. И не только я. В отличие от распространенного мнения об эстраде как о чем-то несерьезном, эстрадный вокальный жанр в понимании Виноградова требовал того же труда и той же ответственности, что и любое произведение классического жанра. При этом в жизни Георгий Павлович оставался общительным человеком. Я оказался в отчислении многих учеников, которые он позвал меня домой. Значит, он жил на метро «Беговая». Пришел в небольшая двухкомнатная квартирка, квартирка даже, и показал место, где он, значит, отдыхает, там диванчик. И поразило вот обилие вокруг этого дивана, значит, рыболовских, рыболовных всяких принадлежностей, крючки, лески, удочки, ну, то есть, мормышки всякие. Это он любил и чувствовал, что получал от этого удовольствие. И даже приходило на занятия, значит, там наш, иногда предлагал, Гена, вот я полмал такую самую рыбешку, вот там-то такая рыбешка, значит, угощал всех нас. Страсть к рыбалке была у Виноградова с детства. Еще в Казани, когда ему надоедало стоять на клиросе в церкви, он убегал на Волгу ловить рыбу, за что отец всегда наказывал его. Став намного старше, Георгий Павлович не отказался от этого увлечения. Он мог всю ночь рыбачить, а наутро прийти и, как ни в чем не бывало, с первого дубля записать с листа новую песню. Сияла ночь, луной был полон сад, Сидели мы с тобой в гостиной без огней, Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, Как и сердца у нас со песнею твоей. Ты пела до зари, в слезах изнемогая, Что ты одна любовь, что нет любви иной. И так хотел жить, чтоб звука не роняя Тебя любить, обнять и плакать над тобой. Я сегодня как раз слушала и в связи с этим вспоминала романс «На слова Фета» «Сияла ночь». И меня поразила потрясающая совершенно дикция Виноградова. Вы понимаете, эти стихи, которые, ну, в общем, знаешь наизусть, Они там звучит каждое слово, буквально. Вот это тоже редкое качество для вокалистов. Вот такое вот умение подать каждое слово, Чувство этого слова, чувство поэтического слова. Для людей старшего поколения, Переживших Великую Отечественную войну, Помнивших первые послевоенные годы, Голос Георгия Виноградова неотделим от самых любимых песен, Рожденных в то время, а теперь ставших советской песенной классикой. «Хатюша», «В лесу при фронтовом», «Соловьи», «Темная ночь» и многие-многие другие звучали в домах И вошли в нашу жизнь именно благодаря исполнению Георгия Виноградова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова